Деньги следуют за учеником. В принципе, это частный случай более общего, когда деньги следуют за потребителем. То есть это может быть ученик, а может быть, например, пациент медицинского учреждения. Идея такая, что деньги должны следовать за этим потребителем, если он выбрал одно учебное заведение или одну больницу, то, соответственно, в эту больницу он должен попадать. Если он выбрал другое учебное заведение или другую больницу, то он не туда должен попадать. Потому что если деньги идут только в определенные точки, то считается, что потребитель, получается, тем самым лишается права выбора. Он не может выбирать, он может идти только там, где деньги есть, соответственно, учебный процесс или медицинский процесс не налажен. А если мы хотим, чтобы он выбрал, то он должен решить, куда он пойдет. И тут ситуация, что либо у него есть деньги, он коммерчески это может оплатить, может быть в коммерческом секторе, но тогда у нас этого выбора лишаются все, кто не настолько потешеспособен. А если мы хотим расширить этот выбор, то вот и появляется такая идея. Ну, вроде благородная идея, вот так, по идее ставит. Но когда она начинает реализовываться нашими чиновниками, то, как говорили классики, быть на Волгу через тон раздается. Великую русскую реку, да. То есть у нас везде 100. В поликлиниках 100, в школах 100 и так далее и тому подобное. Потому что идея превращается в следующее, что будем платить ровно по ученикам, которые к вам ходят. И если это какая-то школа маленькая, то есть не малокомплектная, она вдруг понимает, что у нее сейчас денег будет сильно меньше, она свой учебный процесс не будет вытягивать, или даже административный процесс, то есть там связанный с просто зданием нормальным, стоит поддерживать. То есть все такие экспериментальные, маловыборительные форматы, они могут быть убиты такой политикой. Наоборот, если мы говорим опять же об образовательном пространстве, то это значит, что школе становится выгодно под себя много-много записать и набрать себе всех побольше. А это значит, что могут быть большие классы, по 40 человек. Соответственно, качество, оно падает, работа с каждым учеником. Вообще начинает от себя набирать то-то-то, потом просто с трудом управлять этим пространством образовательным, зато как финансовый поток какой-то есть. Непонятно, да? Вот. И у нас вся эта история, она начинает от хорошей идеи превращаться в бедствие. То есть, как бы, школы начинают говорить, что, ну, мы так умрем, или мы будем вынуждены вот сейчас нарастить вот этот, как бы, объем и качество поместить, условно, на лайфе. И, поскольку, это как бы одна сторона, вот я сейчас хочу на ней, как бы, остановиться. А есть, как бы, другая сторона, что у нас есть школа. Она старая, в рамках инвестиционной модели построенная. Сейчас мы погружаемся в это дело подробно. Но это фиксируем. И, в принципе, у нас уже давно назовела необходимость, вот уже, как, двадцать лет, то есть, мы никак не можем реализовать, появление новых моделей образования, которые соответствуют новой эпохе, формируют там немножко другой набор качеств, чем это было бы на стоянную эпоху. Да. И, там, по-другому построена, как бы, работа. С большими опорами, там, на развитие мышления, на развитие всяких компетенций, о которых раньше, как бы, разговоры нашел там. Ну, не будем сейчас тоже про это, как бы, подробно говорить. Так вот, эти форматы, они во многом, ну, недостаточно активно развиваются сейчас в обществе. Они появляются, там, в частном секторе, в дополнительном образовании где-то и так далее. Но, реально, они часть денег не могут к ним аккумулировать, потому что они находятся в коммерческом секторе, а это значит, что емкость районки у них очень ограничена. И они многие, ну, тоже не могут кушать. А, вот эта, как бы, схема «деньги следуют за учеником», на сегодняшний момент на них не распространяется. То есть, так получается, что эта схемка распространяется только на школы государственные. Вот тебе смотри, сколько в государственной школе учеников, вот столько не дают. Понятно, да? А если эти ученики пошли в частный, там, сектор, и там ученики получают образование, то возникают всякие сложности о том, как будут деньги получать эта частная школа. И будет ли она их получать, да? И так далее. Частичные карты это хитро решают. Ну, например, если родитель оформил домашнее обучение, то, в принципе, ему полагаются выплаты определенных денег. И теоретически, если он взял ребенка на домашнее обучение, а потом с ним кто-то там занимается, какой-то он образовательный стандарт вокруг себя не знал, то он может эти деньги взять и, как бы, ну, кому-то заплатить. Если он поэтому не просто учится, там есть какая-то кооперация родителей, они, как бы, несколько детей там сложили, там что-то появляется. Но все это сейчас, ну, получается, стоит как-то полуподпорем. То есть, обычное домашнее обучение, это, типа, ребенок больной, или как же он может там с кем-то в группе, там, ну, понятно, там, другим учиться. То есть, как бы, официально все-таки такого нет, чтобы там, не знаю, детские сады или частные секторы, я имею в виду, школы, могли патендовать на вот эти вот, как бы, потоки. И, естественно, детские сады и частные и частные школы этого бы хотели. И если бы это случилось, это для них открыло бы новые возможности. То есть, для них рынок стал бы более, как бы, расширен. Вот. Когда это становится понятно, это снова начинает раздирать общество. Одни говорят, ага! Вот это и есть путь к превращению бесплатного образования в платное. Да? Это негативная сторона, потому что понятно, что дифференциация общества, что одни будут мало грамотные, какая-то там небольшая часть, это не очень хорошо с точки зрения социального напряжения общества и разных других процессов. Да и с точки зрения справедливости, честно говоря, тоже. Но, с другой стороны, возобнование вот этого нового часто происходит не в рамках старой вот этой сбюрократизированной школы. И если мы туда финансовый потоп не направляем, то мы ограничиваем вот эту возможность вот этого роста нового. И у нас получается здесь вот столкновение двух позиций. То есть вот эта как бы история, она с одной стороны, вот это событие, скажем так, это не столько тренд, но можно считать, что тренд, поскольку это распространяется на одни школы, на еще на что-то, а можно считать, как такие дискретные события. Вот со школами так сделали. Ну, в лицародане так сделали. Понятно, да? Еще с чем-то. Так вот эта вот серия событий, связанная с этим принципом, что деньги следуют за учеником, она порождает сразу разнонаправленные тренды. С одной стороны, это тренды ухудшения положения в обычных школах советского образца. Это точно будет. Из-за увеличения вот этой массовости, из-за схлопывания и так далее и тому подобное. Раз, что она порождает. Второе, что она порождает в этом же секторе, это дифференциация этих школ на разные группы. То есть школы начнут искать выходы. Ну, у них сразу у многих деньги схлопнутся. Это будет меньше, в зависимости от количества учеников. Часть найдут себе крышу. И будет школа, или там каком-нибудь гаспороне, или каком-нибудь Сбербанке, или там еще кем-нибудь. Там фактически так вот все останется, но они просто этими деньгами компенсируют падение вот этого потока. А часть школ не сможет это сделать. И они будут вынуждены сокращать зарплату учителям. Часть будет уходить. Брать вместо этого больше там кому-нибудь. В том числе там детей-мигранты. Ранную работу брать родителей этих мигрантов, потому что они будут согласны работать на такие зарплаты. Это будет увеличивать социальное напряжение в вояде вот этих школ, которые появляются. То есть у нас пройдут процессы дифференциации школ из общих таких советских в каких-то очень разные. Понятно, да? И это группа негативных явлений, трендов, которые запускают этот процесс. И одновременно он запускает ряд позитивных процессов. Это тренды, связанные с ростом вот этого альтернативного образования, которое может пойти, если этот пункт будет реализован в полной мере и перенесется на этот сектор. И сейчас, в связи с тем, что давлеют над министерствами и нашими чиновниками страхи по поводу вот этих негативных тенденций, к сожалению, срабатывает как бы компромиссный вариант, который самый худший. А именно, они боятся довести это до логического конца, то есть распространить этот принцип на вот эти альтернативные образовательные учреждения. А в этом случае позитивные тренды отпущены не будут. И заморозит ситуацию, как она есть сейчас. То есть, вот этот принцип деньги идут за учениками, останется в секторе государственного образования, но не перейдет на частные. Тогда это приведет к пуску негативных трендов, а позитивные так и не запустятся. Вот очень забавная ситуация. Вот идея была хорошая, начали запускать появилась опасность негативных и позитивных трендов, негативные испугали, в результате остановились, а результат будет таким, что негативные развернуться, а позитивных не будет. А вот это... ... ... Продолжение следует...